Первую часть штаба по комплексному развитию региона посвятили социальным вопросам. На федеральном уровне активно обсуждается национальная социальная инициатива. Губернатор Сергей Морозов отметил, что регион готов активно включиться в реализацию программы. Глава области представил несколько инициатив. Усилиться внимание к борьбе с инфекционными заболеваниями. В Минздраве появится должностное лицо, которое станет отвечать за данное направление. Статус начальника управления или заместителя министра. Еще одно кадровое изменение коснется администрации губернатора. Начальником управления общественных проектов станет Наталья Чередова. Учреждение будет напрямую подчиняться губернатору. Теперь пришло время попросить ее из общественной палаты вернуться сюда, для того, чтобы перезагрузить наши отношения в рамках социальной инициативы. Ряд проектов планируется начать реализовывать совместно с Агентством стратегических инициатив России. По аналогии с точками кипения будут создаваться промышленные точки. В этих общественных пространствах займутся повышением производительности труда, рационализацией и внедрением инновационных методов промышленности. Мы тоже об этом проговорили в САСИ, о том, как мы будем создавать центр четвертой индустриальной революции. То есть центр, который позволит нам обеспечить качественный переход на полностью автоматизированное цифровое производство. На абсолютно большинство наших промышленных предприятий, крупных промышленных предприятий, а может быть и средних в том числе. Важный инвестиционный проект реализуется в агропромышленном комплексе. Сергей Морозов анонсировал инвестсоглашение на полмиллиарда рублей в больших ключищах. Поголовье крупного рогатого скота увеличится на вселе до двух тысяч голов. Всего в сельском хозяйстве области действует 52 инвестпакета на общую сумму в 32 миллиарда рублей. Благодаря чему будет создано 4300 рабочих мест. В ряде муниципальных образований или в поселениях есть люди, которые готовы переехать в соседнее муниципальное образование, трудоустроиться, соответственно, отработать практически тем же самым вахтовым методом и на два дня переехать в соседнее муниципальное образование. Не надо для этого покидать регион и уезжать в какой-то дальний субъект Российской Федерации. С 27 марта в области начнется традиционный весенний сезон ярмарок. Проделятся они до 24 апреля. Особое внимание уделят к мерам противопедемиологической безопасности. Количество машин на ярмарках сократится вдвое, а расстояние между ними увеличат. Выступление народных коллективов заменят фоновой музыкой. Плавно перешли к вопросам борьбы с коронавирусом. Этой теме была посвящена вторая половина штаба. Губернатор предложил помогать с продовольственными субсидиями гражданам, которые попали в трудную жизненную ситуацию. В первую очередь из-за коронавируса. Возможно, в этом году мы бы подумали о неком таком пилоте. А со следующего года, например, могли бы запустить такую поддержку. Она, понятно, что не, извиняюсь за такое вульгарное сравнение, не 3 копеече стоит. Оно, конечно, дорогостоящее, но давайте определимся, а что важнее. Жизнь человека или, так сказать, деньги. В настоящее время провакцинировалось уже 50 тысяч человек. Но пандемия еще не отступает. Предполагается, что коллективный иммунитет в полном объеме выработается в области к 1 октября. Как минимум до этого времени нельзя расслабляться. Разговор об отмене масочного режима или об отмене ограничительных мер с учетом средств индивидуальной защиты, антисептиков, пока преждевременно. Не может быть даже речи об этом. В связи с этим губернатором инициирована закупка бесплатной раздачи СИЗов для работников и посетителей бюджетных учреждений. Особое внимание будет уделяться многофункциональным центрам. Инициатива губернатора Сергея Ивановича Мороза была поддержана на самом высоком федеральном уровне. Соответствующее решение по поддержке региона принято председателем правительства Российской Федерации. И в течение апреля месяца мы должны получить порядка 50 миллионов масок и 500 тонн антисептиков. Полученного запаса должно хватить до конца года. Обойдется он региону в 325 миллионов рублей. В заключении заседания штаба дали старт недели национального проекта «Культура». Мы заключили контракт на реконструкцию театра юного зрителя небольшой. Подрядчик определен. Проект стоит более 509 миллионов рублей. Поэтому мы уходим с 2021 по 2023 год в серьезную реконструкцию театра. Продолжается строительство домов культуры в селах Дмитрия Помрязкина, Староманьского и Шиловка, Сенгелеевского района. Четыре библиотеки станут модельными. А восемь детских школ искусств оснастят музыкальными инструментами. Егор Дстоф, Артем Куранов, Управда ТВ.